здравствуйте мои дорогие друзья ребята приветствую вас в очередной серии моего персонального челленджа где мы в течение 30 дней сохраняем максимальную продуктивность ребята никогда не оправдывайте себя тем что у вас якобы нет времени всегда находится время главное это слушать свое сердце и двигаться вперед никогда не ленитесь и старайтесь делать 200 процентов ребята сегодня у супер важный вопрос который нам задала александра цембалова в ютюбе она спрашивает по поводу чередования кардио и силовой нагрузок на голодный желудок и спрашивает алексей подскажите пожалуйста кардио вы делаете на голодный желудок а а когда вы под штангой находитесь на голодный желудок вы в обмороке не валяетесь и еще она спрашивает какую чередование дни кардио дни силовые и как правильно тренироваться на голодный желудок или же покушав. Александра, огромное вам спасибо за замечательный вопрос. Давайте разбираться. Александра, главное, это моя позиция относительно кардио. Я не делаю дополнительно специальное кардио. Я считаю, что каждый день вы должны делать минимум 10 тысяч шагов, которые растянут могут быть на целый день. Вы встали в 6 утра, вы встали в 10 утра, вы встали в 12, если вы по-барски сегодня. Это не важно. Вы делаете минимум 10 тысяч шагов и это будет ваше кардио, которое растянуто на весь день. Кардиотренировка, это что такое? Кардиотренировка по-хорошему, это если вы весь день на машине, потом вы приезжаете в зал и в зале полтора часа вы просто долбите на дорожке вашу норму. Я же приветствую вариант, где вы не просто за один час или полтора отстреливаете всю вашу нагрузку, а вы в течение, например, целого рабочего дня, если вы, например, едете на работу на трамвае, выйдете раньше из трамвая, выйдите позже, запаркуйтесь раньше и пройдитесь. Стараемся в течение всего дня давать эту нагрузку. Так будет намного качественнее расход и намного лучше до вашего метаболизма, нежели вы за один час выплюните все эти калории. И однозначно, если получается только так за час все сделать, я абсолютно не против. По поводу того, когда лучше кушать. Всегда, всегда я тренируюсь на голодный желудок, и несмотря ни на что, и всегда рекомендую тренироваться в первой половине дня, то есть до 16. Если я тренируюсь вечером, окей, ну таких случаев где-то процентов 15, тоже возможно. Не потому что я чувствую слабость, а потому что я чувствую, что я просто уже за целый день задолбался, я хочу к семье. Если я занимаюсь спортом, я занимаюсь им с утра. Но опять же, у меня есть ученики, которые приходят ко мне заниматься вечером. Я им тоже рекомендую заниматься на голодный желудок. Для того, чтобы, как вы спрашиваете, не валяться в обмороке в голодном, нужно в первую очередь побороть инсулинорезистентность. Ссылка, что это такое, здесь. Когда вы борете инсулинорезистентность, и ваш организм восстанавливает ваш гликоген в течение дня, из вашего жира, у вас будет более чем достаточно сил для того, чтобы не только сделать ударную вечернюю тренировку, но и остаться на голодании на 48 часов, и на следующий день сделать ударную тренировку во второй половине дня. Подводим черту. Я рекомендую всегда делать ваше кардио не просто в отдельное отведенное время, а в течение всего дня, каждый день, если я запощу и поделюсь с вами в социальной сети, когда-нибудь в инстаграме, свои шаги за весь 17-й год, за весь 18-й год, вы увидите, что в 17-м году в среднем каждый день, несмотря на какой это день, 10 тысяч шагов минимум за весь год. В этом году у меня получается вообще из-за того, что я марафоны провожу в среднем каждый день за весь 2018 год, 16-17 тысяч шагов, какое-то безумие вообще. Поэтому нет отдельного дня для кардио, есть каждый день специфическая положенная нагрузка, которую вы просто обязаны выполнять. Силовые тренировки вы выполняете желательно в первой половине дня, где у вас просто тонна гликогена, и даже если вы не до конца побороли вашу инсулинорезистентность, вы будете чувствовать силы, будете чувствовать энергию без еды. Не волнуйтесь, я понимаю, что на первых порах кажется, что вы просто потеряетесь под этой штангой, или под этой гантелью, неважно. Это только кажется, поверьте мне, сотни и сотни ребят, которые преодолели инсулинорезистентность, сотни и сотни ребят, которые просто понимают, что, господи, я могу, оказывается, тренироваться без этих протеиновых батончиков, без этих протеиновых каких-то оладий на завтрак. Все это херня, вам это просто не нужно. Вы почувствуете, насколько проходят интенсивнее и как заряд молнии ваши тренировки, когда вы не огружаете себя этим долбанным инсулином, когда вы просто не загружаете себя выработкой сахара и тем, что ваш организм пытается что-то сделать с балансом ваших основных первичных транспортных гормонов. Когда вы делаете это на голодный желудок, вы почувствуете силу и просто энергию, как она прет. Главное, не бойтесь, экспериментируйте. И если вы только начинаете, вы делаете вашу силовую тренировку в первой половине дня. Затем, например, в обед, если у вас получается. А если вы будете делать вечером, да вы и вечером будете себя прекрасно чувствовать. Главное, это побороть инсулинорезистентность. И все, ни о каких головокружений речи идти не будет. Пожалуйста, видео, о которых я говорю, ссылочка здесь. Обязательно, обязательно посмотрите видео, в котором я очень детально описываю все схемы периодического голодания, как ваш организм на них реагирует, как организм реагирует на восстановление гликогена, откуда, что происходит, обязательно ссылочка будет здесь. Это схемы периодического голодания. Обязательно посмотрите его. И ни об чего не бойтесь, не бойтесь головокружений. Это просто страшилки, которыми вас пугают. Никто из ребят, которые проходят удар на наш ПГ-марафон, на выходе не могут сказать, что они не могут справиться с силовой тренировкой на, допустим, вечернем промежутке времени. Работайте над собой, будьте здоровы. Огромное вам спасибо за ваш прекрасный, потрясающий вопрос. Александр, я вам желаю огромных успехов. Тренируйтесь, продолжайте экспериментировать, ведь вы же экспериментируете только со своим телом, со здоровыми, полезными, чистыми продуктами. И никакой угрозы для вашего организма нет, потому что все природно, все чисто, и все направлено только на ваше долголетие и на ваше здоровье. Огромное вам спасибо. Ребята, если вы не подписались на канал, обязательно нажимайте здесь кнопку подписаться, нажимайте звоночек, и все вопросы, которые у вас будут, пишите внизу в комментариях. Также все ссылки на все социальные сети тоже внизу в комментариях. Вы раскликиваете описание, и там будет вся информация. Друзья мои, огромное вам спасибо, и мы с вами двигаемся только вперед! Субтитры сделал DimaTorzok